Читайте и играйте вместе с Томом. Друзья, а вы знали, что ежегодно в четвёртую субботу сентября отмечается Международный день кролика? Придумали такой весьма необычный праздник, чтобы прославить одного из самых милых пушистиков на земле, а также, чтобы привлечь внимание людей к теме бережного отношения к диким и домашним кроликам? Сегодня Каковинка предлагает маленьким читателям и их родителям познакомиться с развивающими книжками из серии «Истории кролика Тома». Внешний вид книг сразу привлечёт внимание малыша-непоседы, миниатюрный формат и нежные иллюстрации. Но самое главное – это трогательные и очень жизненные истории пушистого любимца. Том – маленький кролик, чья жизнь наполнена разными событиями. Первый поход в детский садик, появление младшей сестры, забота о щенке, подготовка к празднику и многое другое. Всё это так необычно для малыша. Порой он сильно переживает и волнуется. Но Том знает, что ему всегда помогут любимые мама и папа, поэтому он точно со всем справится. Каждая книга серии – это короткий рассказ о первых событиях в жизни малыша, его эмоциях и впечатлениях. А о каких историях идёт речь, мы с вами сейчас и узнаем. У кролика Тома выпал его первый молочный зуб. Мама рассказала, что на его месте скоро вырастет новый. Но Том всё равно сам не свой и постоянно задаётся вопросами. Какими будут его новые зубы? Придёт ли мышонок, чтобы обменять зуб на монетку? А если случится так, что Том потеряет свой выпавший зуб? Как же непросто быть малышом? Грустный день. Калет Хеллингс. Сегодня у Тома очень грустный день. У него умер дедушка. Родные и друзья семьи помогают малышу справляться с такой тяжёлой потерей и объясняют, почему Том никогда больше не увидит своего близкого человека. Какой сегодня чудесный день! Сегодня день рождения кролика Тома. Его ждёт веселье, подарки и много гостей. Вот только вначале придётся как следует подготовиться к празднику. Раздать приглашение друзьям, помочь папе украсить дом, подобрать нарядный костюм. Кролик уверен, что это будет самый лучший день рождения. Детский сад. Кристоф Лемасне. У кролика Тома завтра весьма необычный день. Он впервые пойдёт в детский сад. Но почему малышу так страшно? Что случится в садике? Что он там будет делать? Эти вопросы волнуют многих дошкалят. Прочитай эту историю вместе с родными и узнай, как кролик справился со своим страхом. Младшая сестрёнка. Кристоф Лемасне. У Тома замечательная семья. Мама, папа и он. Но теперь у кролика появилась младшая сестрёнка. Она такая странная. Всё время ест, спит, а иногда сильно плачет. Том рад быть ответственным старшим братом. Но иногда его радость сменяется тревогой. И ему кажется, что о нём никто не заботится. Так ли это на самом деле? Не хочу спать. Мари Алин Бавин. Ни один малыш в мире не хочет засыпать именно тогда, когда ему сказали родители. И Том не исключение. Находчивый кролик придумает всевозможные уловки. Мама же поцелует его на ночь. И принесёт стакан воды. И расскажет интересную сказку. Но мама точно знает, что нужно сделать, чтобы её малыш наконец заснул. Семья кролика Тома готовится к переезду. Папа и мама упаковывают вещи. Малышу так не хочется покидать родной дом и прощаться с друзьями. Новое место кажется Тому таким чужим и далёким. А вдруг он не сможет там ни с кем подружиться? Кролику придётся постепенно привыкать к новому дому и обстановке. Но старые товарищи не забудут своего верного друга. Щенок Элизабет Теламбели. Папа кролика Тома принёс в дом большую коробку, в которой что-то шевелилось и повизгивало. Да это же забавный и пушистый щенок! Все очень рады новому члену семьи, особенно Том. Он учится заботиться о домашнем питомце. Его занимает столько разных вопросов, что ест щенок, как с ним гулять и как обучить своего пушистого друга разным командам. Мальчики и девочки, а теперь настало время немного поиграть. Слушайте внимательно задание. Найди на картинке двух одинаковых кроликов. Правильный ответ. А теперь посчитай нарисованных кроликов. Соедини их количество с нужной цифрой. Правильный ответ. Дорогие родители! Согласитесь, что иногда малышу сложно выразить свои страхи словами. Книжки из серии «Истории кролика Тома» помогут ребёнку сравнить себя с главным героем в тех или иных ситуациях, проработать эмоции и поступки, найти верное решение. Читая эти добрые жизненные истории, мальчики и девочки будут тренировать свою память и укреплять социальные и речевые навыки. Обязательно обратите внимание на развивающие игры, которые подробно описаны в конце каждой книги. Желаем приятного совместного чтения вам и вашим малышам!